МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предпринимателям предложили вкладывать деньги в проекты государственно-частного партнерства. Власти обещают бизнесменам беспрепятственную реализацию и стабильный доход. Роботы-футболисты, роботы-танцоры и много другого интересного представили участники 4-го международного фестиваля Роболэнд-2018. В уникальном конкурсе робототехники принимают участие школьники из Казахстана, России, Польши и Кыргызстана. На учебном полигоне «Спаск» не стихают выстрелы. В республиканских соревнованиях снайперский батальон свое мастерство в огневой подготовке показали мотострелки, десантники, танкисты и морские пехотинцы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обо всем более подробно. Карагандинская область находится на втором месте по объему совместных проектов в рамках государственно-частного партнерства. Об этом было сказано на совещании с предпринимателями региона, которое прошло под председательством заместителя Акима области Алмаза Айдарова. На сегодняшний день в Карагандинской области реализуется 21 проект в рамках государственно-частного партнерства на сумму свыше 7 миллиардов тенге. На стадии заключения договора находятся еще 9 проектов. Их стоимость составляет чуть более 2 миллиардов тенге. Эти суммы позволили Карагандинскому региону занять лидирующие позиции в реализации важной программы по привлечению частного капитала в решение социальных задач. Государство, в свою очередь, принимает необходимые меры для создания благоприятных условий. В конце 2017 года в бюджетный кодекс, в закон Республик Казахстан на концессиях, в закон о государственном частном партнерстве были внесены ряд изменений и поправок. Основной целью таких изменений является оптимизация и упрощение процедур прохождения согласительного этапа бизнес-планов, конкурсной документации партнеров ГЧП и в целом расширение возможности для бизнеса стать партнером государства и реализовать важные социальные аспекты в более короткие сроки. На совещании также было отмечено, что государство обязуется в течение минимум трех лет быть потребителем, так называемый гарант потребления. Не менее важным стало исключение этапов разработки концепции и экспертизы проектов договоров. Это сократило сроки планирования. Все это должно привлечь предпринимателей в реализацию совместных проектов. Стоит отметить, что большинство реализованных проектов, связанные с дошкольным образованием, настало время приступить к реализации крупных проектов. Вот те ГЧП, которые у нас уже реализовались, они преимущественно в сфере образования и здравоохранения. Сейчас бы нам хотелось реализовать более сложные проекты, где капиталоемкие проекты, к примеру, строительство больниц с нуля, где требуются миллиарды вложения со стороны бизнеса. Есть крупные игроки бизнеса, которые могут себе позволить длинные деньги на длительный период, которые готовы ждать оборачиваемых средств. Такие же проекты есть в спорте, строительство спортивных объектов. Есть очень много проектов в передачу в доверительное управление госимущества. На встрече с бизнесменами руководители государственных органов представили свои проекты. К примеру, Управление здравоохранения представило сразу четыре проекта, среди которых строительство центров семейного здоровья в Караганде и Тимиртау и строительство новой подстанции скорой медицинской помощи. Были озвучены и меры государственной поддержки. Меры господдержки – это предоставление проектно-сметной документации, предоставление земельного участка в микрорайоне востока города Тимиртау, обеспечение инженерными транспортными коммуникациями объекта ГЧП. Предлагается два альтернативных варианта. Это первое – арендная плата за пользование объекта в течение трех лет или же возмещение инвестиционных затрат и операционных затрат от 8 до 10 лет. А также Управление здравоохранения гарантирует прикрепление населения и обеспечение пациента потока. Итого, к реализации предпринимателям предлагается свыше полусотни проектов в самых разных сферах. Помимо уже упомянутых образования и здравоохранения, есть проекты в сфере ЖКХ, содержания автодорог, культуры, спорта, сельского хозяйства. На совещании особо подчеркнули, что государственно-частное партнерство – это не только благоприятные условия, но и стабильный доход предпринимателей на протяжении десятилетия. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Очередной день гражданских инициатив прошел в проектном офисе по реализации программы «Рухани Жангру». На сегодня жители области уже предложили более 500 проектов. Около 200 из них уже реализованы. И все они направлены на улучшение благоустройства и социальной атмосферы. Сделать жизнь в родном городе интересной, качественной и достойной – такова главная задача инициаторов Дня гражданских инициатив. От мнения каждого зависит, каким будет будущее той малой родины, в которой мы живем, заявляет в проектном офисе по реализации программы «Рухани Жангру». Один из тех, кто поделился своими идеями – Балкан Тайшибаев, руководитель клуба смешанных единоборств. Ратуя за здоровый образ жизни, он предложил привлекать к спорту детей с девиантным поведением. Дополнительно приводить детей, у нас идея еще возникла, мы дети с девиантным поведением, которые неполные семьи, с детских домов, чтобы их тоже привлечь к спорту и воспитывать. Стоит отметить, что в проектном офисе особое внимание уделяется проектом по оздоровлению населения и, в первую очередь, подрастающего поколения. Городские власти уже заявляют о скором открытии нового спортивного мини-центра. Мы рассматриваем проекты, которые на сегодняшний день будут предоставлены земельные участки, дворовые территории, где в привязке в шаговой доступности к нашим горожанам будут установлены такие комплексы. Это нам дает какой определенный социальный эффект. Благоустраивается двор, в этом, например, дворе находится дворовый клуб, дети в шаговой доступности и горожане могут посещать этот центр, который будет построен буквально в определенные такие месяцы. И он будет сдан, и дети будут, и родители посещать этот центр. День гражданских инициатив – это уникальная возможность для каждого жителя города рассказать и поделиться интересными идеями и предложениями. В проектном офисе отмечают, что карагандинцы активно участвуют в этом проекте. В нашем регионе достаточно много активных людей, благодаря которым эта программа носит такой народный характер. Как вы уже знаете, я уже не раз это говорила, у нас пока в этой программе 471 проект-мероприятие, из которых 169 проектов мы реализовали еще в прошлом году. И 90% стоимости этих проектов – это спонсорские ресурсы. Они были направлены как на благотворительные проекты, тогда, когда сами предприниматели что-либо строили, благоустраивали, создавали какие-то социальные объекты. Вместе с тем это и финансирование социальных проектов, которые непосредственно наши неправительственные организации граждане совместно с государственными органами реализовывали здесь, на территории Карагандинской области. Среди активных участников Дня гражданских инициатив представители разных профессий и разных возрастов. Со своими идеями сюда приходят и пенсионеры, и молодежь, и госслужащие, и бизнесмены. Сотрудники офиса заявляют, что каждая инициатива, каждое прозвучавшее предложение и мнение будут взяты в работу и предложены для реализации государственным органам. Бульнур Жакен, Андрей Теншал, Харал Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Спустя два дня спасатели города Балхаш нашли пропавшего рыбака. 28 марта поступило сообщение, что мужчина на мотоцикле направился на южный берег озера Балхаш к островам Корс и Томар. Для рыбной ловли и не вернулся. На акватории озера мужчину искали сотрудники подразделения оперативно-спасательного отряда. Поисково-спасательные работы проводились 28 и 29 марта. Были обследованы бухта Сарцыгум, бухта Акум, бухта Томар-Мескорс. Общая площадь поисковых работ составила 159 квадратных километров. Поисково-спасательные работы проводились 28 и 29 марта. Была обследована большая площадь, более 150 квадратных километров было обследовано. 29 марта в 11.30 мужчина был найден в заброшенной зимовке. Медицинской помощи не нуждался. Со слов спасенного его мотоцикл провалился под лед и он добрался до вот этой заброшенной зимовки. Спасатели в очередной раз напоминают об опасности весенних водоемов. Весенний лед непрочен и опасен как для пеших переходов, так и для транспортных средств. Весенний ледяной покров на реках нельзя использовать для катания и переходов. Во льду образуются воздушные поры, которые при движении трудно заметить, отмечают спасатели. Также лед непрочен около стока вод в местах произрастания растительности под сугробами. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. В Караганде стартовал Международный фестиваль робототехники, программирования и инновационных технологий RoboLand 2018. Учащиеся школ и колледжи представили на обозрение судей более 700 роботов. Для участия в фестивале в Казахстан прибыли команды из России, Кыргызстана и Польши. 771 команда. Именно такое рекордное число было установлено впервые за 4 года проведения фестиваля. По сравнению с прошлым годом количество команд увеличилось почти вдвое. Это прямое свидетельство возрастающей популярности фестиваля робототехники, программирования и инновационных технологий RoboLand 2018. В рамках фестиваля школьники и студенты колледжей постигают азы пригладных наук, за которыми будущее высоких технологий. Развитие гаджетов, интернета, всех вот этих высоких технологий последний год огромными шагами двигается. И это же должно учитываться и в образовательном процессе. И вот эти специальные конструкторы, специальное оборудование, которое существует для того, чтобы использовать в образовании, как раз позволяет детей знакомиться со всеми этими технологиями, чтобы они понимали, как они устроены, как они работают. В роли спикеров на фестиваль были приглашены обладатели номинации «Цифровой учитель года России-2017», «Лучший стемп-педагог Европы-2016», а также авторы книг по робототехнике и представители ассоциации внедрения инноваций в сфере 3D-образования. Иностранные специалисты не только оценили работы участников, но и поделились опытом с учителями региона. «Вчера они провели встречи в организациях образования города Караганды с учителями и педагогами. Вчера же состоялся круглый стол, структурированный диалог, обсудили развитие робототехники в Казахстане. Все это подтверждает, что Караганда на самом деле и была, и остается, и будет центром развития образовательной робототехники в Казахстане». Участники представили свои работы в 32 номинациях. «Каждый из роботов уникален», отметили судьи. «Андроиды отличаются друг от друга внешней формой, дизайнами, функциями. Однако есть то, что объединяет их всех. Они созданы, чтобы сделать жизнь человека проще, а досуг веселее. К примеру, ученица лицея Беллиминовации Амина Саян сделала клавиатуру из бумаги и фольги». «В данном случае этот тачпад сделан из подручных материалов. Когда вы касается тачпада, вы создаете связь между мейки-мейки, тачпадом и компьютером. Плата посылает к компьютеру импульсы, компьютер принимает плату мейки-мейки как обычную клавиатуру. Если взглянуть на плату мейки-мейки, тут есть те же клавиши, что и на клавиатуре. Поэтому в моем случае это фольга, но по идее можно взять любой предмет, который хотя бы немного проводит электрический торт». Организаторами масштабного мероприятия выступили Управление образования области, Учебно-методический центр развития образования, а также Научно-практический центр «Даран». Посмотреть на творения участников пришел и заместитель Акима Карагандинской области Алмаз Айдаров. Он выразил надежду на то, что данный фестиваль даст мощный импульс для развития инновационных технологий. «Мы надеемся, что плоды вот этих фестивалей мы увидим в ближайшем будущем, когда будут уже серьезные стартапы, когда хотя бы из сотни, даже если один проект будет полезен и будет выстрелить на мировой арене, вот тогда мы все вспомним, насколько было благотворно проведение подобных мероприятий. Поэтому спасибо, что приятно, спасибо, что вы интересуетесь работать в цифровизации. Удачи всем на сегодняшних соревнованиях». В ходе мероприятия внимание участников представили учебно-методическое пособие по освоению ближнего космоса «Лунная Одиссея». Фестиваль разбавили красками выступления талантливой молодежи региона. Итоги фестиваля подведут 31 марта. Победители в каждой номинации наградят дипломами и ценными призами. Торжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Едиными силами против коррупции. В департаменте по чрезвычайным ситуациям по Карагандинской области прошла встреча с представителями Национального бюро и департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Мероприятие было организовано с целью формирования антикоррупционного мировоззрения у трудового коллектива ДЧС. Бороться с коррупцией нужно единым фронтом. С таким призывом выступили представители Департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции на специальной встрече с трудовым коллективом Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. В ходе мероприятия говорилось о значимости воспитания у населения нулевой терпимости ко всем проявлениям коррупции. Главный специалист Управления профилактики коррупции Аким Сактабберген на примере трагедии в Кемерово рассказал о том, как сплоченные действия людей могут послужить эффективным орудием борьбы с социальным злом. Стоит отметить, что причиной для проведения антикоррупционных мероприятий в Департаменте по чрезвычайным ситуациям послужил факт взяточничества бывшего заместителя начальника департамента в апреле 2017 года. Напомним, Вадим Агамадов был обвинен в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в размере 200 тысяч тенге. Замначальник АДЧС был задержан с поличным. В настоящее время Вадим Агамадов отбывает наказание в колонии общего режима. Торжа Анлянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Карагандинских инженеров и преподавателей информатики обучают методикам робототехники. Шахтерскую столицу посетила директор Кулибин-центра Светлана Шиповская. Гостя из Москвы рассказала участникам мероприятия о новых технологиях и методиках преподавания информатики и робототехники. В последние годы резко возрос интерес к робототехнике. Во многих школах открыты кружки, в которых детей приобщают к изучению столь интересного и перспективного предмета. Занятия робототехникой учат детей думать, творить и закреплять полученные знания. Светлана Шиповская знает все о том, как привить детям интерес к науке. Она руководит Кулибин-центром, в котором развивают инженерное мышление маленьких москвичей. Светлана отмечает, что в современном мире стоит использовать новые методики для эффективного обучения молодого поколения. По ее словам, все изменения в современной педагогике являются велением времени. Современная образовательная парадигма 21 века предполагает смену отношения к образованию вообще. Если раньше готовили человека для труда общественно полезного, сейчас человек учится сам для того, чтобы реализовать себя. Кто-то для саморазвития, кто-то думает о карьере, но в любом случае человек берет на себя ответственность сам за свое обучение. И вот этому нужно учить детей с самого раннего возраста. И так как мы сейчас имеем удивительные совершенно достижения техники, и детям становится доступен мир, который ранее невозможно было им показать или дать попробовать, конечно, эти достижения следует использовать в своей педагогической работе. Мастер-класс был организован с целью повышения квалификации местных преподавателей и обмена опытом. На мероприятии неоднократно говорилось о необходимости освоения новых методик преподавания для того, чтобы воспитать поколения, обладающие универсальными умениями и мощной базой. Следует отметить, что данный мастер-класс приурочен к старту 4-го международного фестиваля робототехники, программирования и инновационных технологий «Роболэнд-2018». Участники мероприятия подчеркнули, что данный фестиваль служит отличной площадкой для обмена опытом, что не может не радовать учителей. Мы очень рады, что такой фестиваль проводится в четвертый раз. На этом фестивале мы можем обменяться опытом и узнать много нового. Приобретенные знания мы передаем нашим ученикам. Мастер-класс Светланы Шиповской посетили десятки инженеров и учителей информатики из пяти школ города. В завершение они признали, что получили массу полезной информации, которую впредь будут использовать в процессе обучения детей. В государственном медицинском университете прошла ежегодная ярмарка вакансий. Более тысячи студентов ВУЗа ознакомились с информацией о наличии вакантных мест в медицинских учреждениях страны. С будущими специалистами встретились представители управления здравоохранения, акиматов, департамента охраны и общественного здоровья, медицинских и фармацевтических организаций. На одного выпускника Карагандинского государственного медицинского университета приходится три вакантных места. В современном мире, где выпускники ВУЗа часто сталкиваются с проблемой трудоустройства, данный показатель является более чем положительным. Студенты ведущего медицинского ВУЗа страны не проводят долгие месяцы в поисках работы. Ведь диплом Карагандинского государственного медицинского университета – самое весомое доказательство отменной подготовки будущих врачей. Спрос на хороших специалистов был, есть и будет, отмечает проректор ГГМУ Бахат Кушерова. На сегодняшний день врачебная специальность, она есть и была очень актуальной. Особенно востребованы такие специалисты, как врачи общей практики, востребованы медиаторы, востребованы узкие специалисты – это и кардиологи, и невропатологи, и анестезиологи, и реаниматологи. Наш университет готовит по всем направлениям выпускников. Сегодня на ярмарке вакансий принимает более тысячи выпускников специальности общая медицина. Со всех регионов Казахстана мы получили более трех тысяч заявок. На ежегодной ярмарке вакансий тысячи будущих выпускников медицинского ВУЗа получают возможность выбрать место работы и заключить трудовые договоры с потенциальными работодателями, а также получить всю необходимую информацию об условиях труда в том или ином медицинском учреждении. Выбор всегда велик, ведь на ярмарке присутствует множество представителей различных медицинских учреждений, департаментов охраны общественного здоровья, управления здравоохранения, фармацевтических организаций. Впрочем, многие студенты не колеблются, принимая важные решения. К примеру, Константин Немков уже знает, где и когда начнет свой трудовой путь. Молодой человек отправится с дипломом в село в Североказахстанскую область. В нашей республике на данный момент сейчас наблюдается дефицит именно сельских врачей. Так как являемся патриотами нашей местности, мы хотим поднимать здравоохранение, увеличивать качество и продолжительность жизни нашего населения. То есть мы выбрали именно сельскую местность. Поэтому после окончания, да, я уже еду. То есть обговорена дата выхода на работу. В договоре все очень прописано. Когда мы выходим на работу в наших сельских местностях. Когда вы ходите? Уже 1 августа 2018 года по договору ухожу на работу. На традиционную ярмарку вакансии прибыли специалисты со всех уголков нашей необъятной страны. Все они заинтересованы в привлечении кадров, подготовленных Карагандинском государственном медицинском университете. Бульжанат Ельтаева руководит отделом управления здравоохранения Павлодарской области. Она отмечает, что многие руководители медицинских организаций региона являются выпускниками Карагандинского государственного медицинского университета. А потому в Павлодарской области давно убедились в профессионализме карагандинских специалистов. Бульжанат Ельтаева также добавила, что в области созданы все условия для повышения уровня знаний и навыков молодых специалистов. Для улучшения знаний и повышения качества предоставляемых услуг предоставляется молодым специалистам возможность обучения за пределами Республики Казахстан. В прошлом году наши врачи выезжали в Литву, в Белоруссию, во Францию, в Москве проходили стажировку. То есть нужно этим сказать, что в Павлодарской области уделяется большое внимание не только в плане предоставления социального пакета, но и в плане повышения их квалификации. В 2017 году 65% выпускников вуза успешно трудоустроились, а 22% продолжили обучение в резидентуре. Данная статистика свидетельствует о востребованности выпускников Карагандинского государственного медицинского университета. В текущем году в университет поступило свыше 3500 заявок о потребности во врачебных кадрах со всех областей страны. Торжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. На учебном полигоне «Спаск» Министерства обороны проходят республиканские соревнования под названием «Снайперский батальон». Главная цель соревнования – повышение огневой выучки подразделений. На огневом рубеже боевая машина пехоты – БМП-2. Учебная цель поражена первой же очередью. Военнослужащие 1-го мотострелкового батальона войсковой части 31775 принимают участие в республиканских соревнованиях «Снайперский батальон». Карагандинские мотострелки все как один настроены только на победу. Отличную подготовку показывают участники и других подразделений. В частности, только за победой в Караганду приехали морские пехотинцы. На данном этапе «Снайперский батальон» проводится у нас соревнование «Снайперский батальон». Выполняем первую квестность БМП. В течение месяца мы очень хорошо готовились и думаю, мы займем отличное место. Результаты у нас отличные идут. И состав 1-го мотострелкового батальона готов. В соревнованиях принимают участие мотострелковые, десантно-штурмовые, штурмовые батальоны, батальоны морской пехоты, а также танковые батальоны. По результатам нескольких этапов были подведены предварительные итоги. Отличный результат личный состав Карагандинского 1-го мотострелкового батальона показал при выполнении упражнений из ручного противотанкового гранатомета, автомата АК-74, а также при стрельбе из вооружений БМП-2, состоящей на вооружении мотострелковых подразделений. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных выходных, Аманцов Голмстер. Субтитры подогнал «Симон»!